Усяго за минулый год санитарная служба припыняли деятельность больше 600 объектов гандлю. География вельми широкая, от кармы до жидкович, сирот выявленного гандль претерминованными продуктами, порушение температурных режимов, брудное помешкание и обсталевание. При этом больше 40 предприемств не працевали на протягу целого месяца. У вугули порушение потребований санитарного законодательства летость означена больше на 4500 объектов, а летость ликвидовала их без пыни деятельности. Уречься для того, как снять продажу протерминованную продукцию, шмат часу не потребно. Специалистами госанадзора Гомельской области за нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства при обращении пищевой продукции привлечено к административной ответственности более 4000 человек на общую сумму 600 тысяч рублей и вынесено 2500 предписаний об устранении нарушений. Снято с реализации 9 тонн недоброкачественной пищевой продукции. Даденная проверка службы державного санитарного нагляда усвечить, якость и безпека частки, реализуемые у крамах Гомельской области продукции, навод не подтверждены ниякными документами. Хожное шошее порушение – заховывание товара у непростосованных умовах. Хожное десятое – реализация товара без маркировки и неполной информации. А прочатагу у некоторых крамах могут практиковать такие недобросумленные, в относенных до покупников меры, как опрацовка вынженной рыбы и колбас с филю аллеем, тесо старелого сала с ротками для матья по усуду. В рамках державного санитарного нагляда, в минулом году только лабораториями Гомельского областного центра хигиены, эпидемиологии и громадского здоровья проверено маль 2000 узоров. В 5% выпадков продукция прознана непригодной для уживания. При этом 63% небеспечной харчовой продукции импортной в творчестве. Основное количество забраковок пищевой продукции у нас было связано с несоответствием по микробиологическим показателям. То есть это бактерии группы кишечной палочки, плесени. В основном браковалась продукция – это завтраки быстрого приготовления, приправы, чаи. Олег Сентюров, Валерий Копанько, Телер, Радо и компания Гомель.